Даже первый звонок по военному отточен. В кадетском корпусе первый день знаний. Егор Волков поступил в четвертый извод. Давно мечтал стать полицейским. В память об отце погибшем при исполнении служебных обязанностей. Почти армейский распорядок жизни Егора не пугает. Вот только родители, говорит, уже ждут домой. Они говорят, приезжай быстрее. На каникулы приезжай. На каникулы я сдала. Я рад, что пришел сюда учиться. Звон колокольчика на этом первом сентября только один из символов. Руководству кадетского корпуса торжественно передали собственное знамя. Вручается знамя Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации. Разучить по нотам гимн страны или написать гимн кадетского корпуса. В музыкальном классе на каждой парте по синтезатору. Представители властей ценили, в каких условиях будут жить и учиться кадеты. Деньги на открытие корпуса направлены из федерального областного и городского бюджетов. Сюда же вложены средства МВД России. Больше половины новоявленных кадетов – дети из семи сотрудников МВД, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Верность традициям и строгое воспитание – выпускники кадетского корпуса будут настоящими патриотами. Очень важно начать формировать кадры, вот с такого возраста, чтобы приходили люди туда, люди чести, доблести, которые понимали, что такое служить государству, служить отечеству. И кадетский корпус как раз и призван решать эти задачи. Наша задача сделать так, чтобы здесь учились ребята именно со всей страны, потому что им завтра одевать уже не курсантскую форму, а полицейскую. И не случайно мы говорим об уникальности этого заведения. Это единственный в системе МВД России кадетский корпус. В этом году строевую и общеобразовательную подготовку за партами в кадетском корпусе начнут изучать 100 ребят. В будущем их станет больше. Количество мест увеличится до 700. Лариса Шалафаст, Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.